Привет, друзья! Недавно я наткнулся на историю, которую опубликовал американец на западном форуме, посвященном путешествиям. В основном на таких форумах речь идет об обмене валюты, поиске жилья для поездки и о близких к этому темах. Но эта история явно выбивалась из колеи. В ней американец не то чтобы восхищался, он ставил в пример девушек в России, девушкам в Америке или Европе. Американца зовут Роберт, на фото он достаточно полный, не зря говорят, что одна из проблем Америки – ожирение. Он так же, как и вы, смотрит каналы про Россию и следит за одним блогером из Штатов, который переехал в Россию, но как переехал, ездит тут и показывает, как в России все плохо, видимо, набивая тем самым просмотры. Канал того американца не про политику, а именно про уклад русской жизни, про санкции, как Россия уже из кожи вон лезет, чтобы санкции эти обойти и жить, как ни в чем не бывало. Но сценарий всегда один – обливать Россию из помойного ведра. Поэтому видео не особо интересное, а таким американцам, как Роберт, нравится. Он пишет, что с упоением смотрел этого блогера и даже сам, чисто из-за интереса и погулять, решил съездить в Россию. Куда поехал? Конечно, в Москву, потому что именно там снимал свои видео тот американский блогер, про которого я говорил. Роберт, недолго думая, снял отель в центре Москвы, хоть это и вышло ему в кругленькую сумму. Гулять по загнивающей России – так гулять. Поехал он с другом, чтобы не скучно было, и вдруг озверевшие русские нападут, надо хоть как-то отбиваться. Приехав в аэропорт, как он пишет сам, он уже чувствовал этот триумф и предвкушение, что все так и есть на самом деле, ведь таксисты, которых он увидел, в основном мигранты. Аэропорт полупустой, не сравнится и близко с аэропортом Нью-Йорка, из которого вылетал Роберт, а обслуживание на борту самолетов – посредственное. Как говорилось в одном фильме, шалость удалась. Следом предстояло погулять и увидеть уже сам город, место где, и снимались основные видео блогера, за которым следил Роберт. Но вот беда, на самих улицах городов оказалось чисто и нет никакого бандитизма. Пройдя по магазинам, полки тоже полные продуктов, совсем не как в ролике соотечественника. Дальше наступил ключевой момент, как пишет Роберт, прогладившись и зайдя в ресторан в центре Москвы. Он увидел просто ослепительной красоты девушек, не таких, как в Америке. Непонятно, что из себя представляющих. То ли это парень, то ли это девушка. Кто-то пухлый, все цветные, в неопрятных вещах. Мятые, не накрашенные. Ведь девушка может быть красивой и без макияжа. Аж мурашки по телу пробегают. А в России, пишет Роберт, как будто бы есть какой-то стандарт, или это так в Москве женщин подбирали, что в ресторан только красивых пускали. Но это, конечно же, шутка. Никто в России девушек не фильтрует, какие есть, такие по улицам и ходят. А Роберт написал, что этот стандарт хотел бы видеть и в Америке ухоженная и аккуратная внешность, стройная фигура и именно женственное поведение. Как приятно, пишет американец, видеть в женщине женщину. Он сам не женат, и девушки у него нет. Он упоминал в своей истории каких-то девушек, с которыми он жил, но как я понял. Там было просто сожительство, и девушки в основном занимались работой, выглядели не пойми как, и удовольствие от сожительства с ними Роберт явно не получал. Но с русской он бы явно съехаться был бы не против. Да он и сам это не отрицает, но тут же поправляет себя, что не навязывают никому никакой модели поведения, видите ли. Запад уже давно отошел от этой, как они говорят, первобытной модели, когда девушка это девушка, мужчина это мужчина. Очень уж сильное раздражение вызывает у современных дам то, что если у них было 10 партнеров, она легкодоступная, если у мужчины было 10 партнерш, то он хороший любовник и мачо. Отсюда и борьба за то, чтобы надеть мужские джинсы, толстовку и отказаться от макияжа. Мужчины ведь не красятся, им за это ничего нет. А мы, женщины, как будто бы должны. Ничего и никому западная девушка не должна. А насчет брака Джон написал, что вообще не собирается жениться в Америке или Европе, потому что при разводе тебя до нитки оберут и еще должен останешься. Законодательство жесткое и с ним шутки плохи. У него есть пара примеров его товарищей, когда они и в браке ТО были несчастны, потому что девушка отказывалась от работы по дому, превращалась, извините за выражение, в крокодила. А на любые замечания сразу же поступали угрозы на судебное разбирательство. До чего по итогу и доходило, я имею в виду развод, раздел имущества и назначение выплат женщине. И пусть Джон остался при своем мнении, что в России что-то не так с экономикой, с уровнем жизни населения, ведь комфорт и уровень сервиса он оценил хуже, чем в Штатах, а значит оценил он их плохо. Да и русская еда, безвкусная, в общем, оказалась она для него. Супов он вообще не понял. Видимо, он ожидал увидеть рестораны по типу тех, что есть в Европе, сделанные под американских туристов с деньгами, где повторяется меню из Америки, и национальные блюда переделываются под американский лад. Как говорил Аршавин, ваши ожидания, ваши проблемы, мы ни под кого не прогибались и прогибаться не собираемся, может оно и к лучшему, что ему тут не понравилось. Расскажет своим друзьям меньше народу, больше кислороду, нам и без вас хорошо, а девушек наших трогать не нужно, сами кашу с развалом ценностей заварили, сами ее и расхлебывайте. Спасибо, что оставляете свои комментарии, ведь сегодняшний случай я нашел именно в комментариях под одним из последних видео. Я часто делюсь историями, которые я нахожу в интернете с вами, но сегодня особенный случай, ведь история от парня из бывшего союза, из дружественной страны, Казахстана. Еще во времена Советов Казахстан был очень близок с Россией, и сейчас эта тенденция продолжается. И мой подписчик сам хорошо относится к России, хотя до недавнего момента он в ней не был, и для удобства я буду называть его Максимом. Сейчас Максим живет в Нидерландах, и как он сам пишет, в этой стране ему нравится, там комфортно и спокойно, работает Максим удаленно. Зарабатывая хорошие деньги, делая разные дизайн-проекты для европейских компаний, поэтому график у него относительно свободный, что открывает возможность путешествовать, отдыхать и жить в свое удовольствие. Всегда приятно читать, что у кого-то из людей все действительно хорошо в жизни. И, конечно же, имя вид на жительство в Нидерландах. Максим успел побывать почти во всей Европе, и, как он сам пишет, вдоволь приестся этой однотипной культурой. Между Францией и Германией почти нет различий, за исключением количества беженцев, если только. В целом архитектура одинаковая, продукты тоже одинаково дорогие, и проблемы в Европе везде одни и те же. Дети рождаются среднего пола, их не называют мальчик или девочка, родители их просто зовут ребенок. Куча приезжих из Африки и много мусульман. Высокие цены даже на обычную покупную еду, но она хотя бы тут неплохого качества, хотя все ровно не оправдывает свою цену. Так и разлетаются несколько тысяч евро, которые зарабатывает Максим на какие-то бытовые мелочи и к концу месяца на счету невидные цента. И так в Европе повсеместно, поэтому то и так распространены кредиты, эта мода пошла из Штатов и была быстро подхвачена европейцами, ведь потребность то была. После ее попытались везти в Россию, закидывая россиян спамом об одобренной кредитной карте «Только приди и забери бесплатные деньги». Сколько людей погрязло в долгах из-за этого, сколько судеб подкосилось, даже счету нет. От Запада это все не русское. Поэтому вдоволь поездив по Европе, Максим решил, что хочет повидать родное постсоветское пространство и съездить в Россию. В России был несколько раз туристом, пишет Максим, последний раз в 2018 году. Жил Максим на даче у друзей в Подмосковье. И, как сам пишет, не прогадал. Он устал от шумных городов и мегаполисов, хотелось чего-то поспокойнее, и пригород для этого идеально подошел. Нетронутая природа, чистый воздух, возможность найти натуральное молоко и мясо, а летом выращивать свои овощи. Просто сказка. Максим даже специально по пригородам поездил, объезжая большие города. Он посетил усадьбы Тючева в Мураново, Саввы Морозово, Павловский посад, Александров, Ярославль. Везде все понравилось. В каждом городе есть музей прикладного искусства, народы России необыкновенно талантливы. Почти в каждом городе удается найти что-то свое, самобытное и уникальное. Ведь Россия – самая большая страна в мире, и тот этнос, который проживает на ее территории, поистине удивителен и уникален. Из какого количества разных княжеств образовалась Московская Русь, каждое княжество имеет свою уникальную культуру и традиции. Несомненно, Россия – мощная, сильная и прекрасная страна. В моих глазах Россия – оплот мира. Пишет в своем комментарии Максим, и действительно, какая Россия, такой и мир. Еще много лет назад один мудрец сказал эту фразу, и правда, когда Россия слаба, раздроблена и в мире неспокойна. А будет Россия сильная и мощная, так и в мире будет уверенность и процветание. А оно не зависит от каких-то субъективных мелочей по типу количества продуктов или улыбчивости населения. Меня ставит в ступор удивление иностранцев по поводу неулыбчивости случайных прохожих в России, ведь это странно зубоскалить перед первым встречным и пытаться всем угодить. Это совсем не по-русски, и зачем нам это? Я имею в виду прогибаться под западные ценности и пытаться им соответствовать, улыбаясь всем налево и направо. Максим этого тоже не понимает и уже устал от этой неискренности европейцев, этих интриг, как на улице, так и в европейской политике, и как он пишет сам. В моих глазах Россия – оплот мира. Ваш президент – самый адекватный политик во всем мире, государственник. Желаю России и россиянам процветания, мира и победы. Оказывается, и такое возможно, я имею в виду, живя на Западе, слушая ее пропаганду, находиться в этой среде, где к русским людям и к России относятся с то злостью. Возможно, не только не поддаваться этой повестке, но еще и иметь положительное отношение к России. Я то думал, что как бы ты ни боролся, пропаганда все ровно возьмет свое. Или может быть это потому, что Максим сам рос в постсоветском пространстве и лично знает, что Россия в реальности и Россия, которую описывают по новостям в Европе. Это совершенно две разные России. Не знаю, пишите свое мнение в комментариях. Я обязательно прочту.